Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. В Самаре подведены итоги конкурса «Бизнес-идей». Какие проекты сегодня могут выстрелить и как вообще обстоят дела в сфере бизнеса и предпринимательства в настоящее время. В нашей студии заместитель руководителя Департамента по промышленной политике и поддержке предпринимательства Самары Алексей Крабков. Ваших вопросов мы ждем по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Ну вот эти конкурсы «Бизнес-идей», насколько они важны, кому они интересны и вообще какой эффект они дают? Ну, начнем с того, что конкурс «Бизнес-идей» уже в четвертый раз проходил. И практика показывает, что действительно эти конкурсы важны. Вообще эти конкурсы нацелены в первую очередь на молодежь. У нас даже в требованиях к участникам установлен ценз возрастной до 33 лет. Ну и в принципе практика показывает, что действительно в основном молодые люди обращаются. Это не обязательно предприниматели. Это могут быть студенты, которые, может быть, планируют в будущем заняться предпринимательской деятельностью. И, конечно, для них это хорошая проба пера, что называется, возможность выхода на экспертную аудиторию. То есть где они еще могут получить действительно такую качественную обратную связь по своим инициативам, по содержанию своих проектов. Потому что даже если люди, например, не заняли каких-то призовых мест или вообще не попали в финал, они так или иначе получают представление о том, вообще предпринимательство это их или им не стоит этим заниматься. Если, допустим, вопрос только в том, что где-то недоработали, что-то еще, опять же, им на это указывают. И в будущем они могут принять также участие и использовать весь этот опыт уже. Вы сказали, что уже четвертый раз проводился конкурс. Действительно, какие-то проекты были реализованы, которые предлагались на конкурс бизнес? Из прошлых конкурсов, вы имеете в виду. Опять же, про эффективность. Говорим, можно поучаствовать в конкурсе и все это свернуть и забыть. Ну да, конечно. Я могу сказать, что, разумеется, не все, на то конкурсы называются конкурс бизнес-идеи, а не конкурс бизнес-проектов. Не все бизнес-идеи готовы вот прямо сейчас к воплощению. Но, тем не менее, для нас достаточно важное значение имеет вообще дальнейшая судьба инициаторов проектов, и самих бизнес-идей. И мы отслеживаем, не только отслеживаем, но и всячески стараемся принимать участие в жизни наших конкурсантов, которые были и в том году, и в позапрошлом, и так далее. Есть определенный процент, скажем так, реализованных идей. Он не велик, прямо скажем, но, опять же, есть объективные, как я уже сказал, причины, почему это так. Вот, тем не менее, допустим, если по прошлому году брать, то как минимум пять проектов действительно до сих пор, то есть они получили воплощение в жизни, они до сих пор реализуются. Это совершенно, скажем так, разноотраслевые, разнонаправленные проекты. Это и проекты в сфере IT, это и проекты в сфере, скажем так, социального предпринимательства, что называется. Это какие-то творческие проекты, которые, знаете, вот на стыке творчества и коммерции лежат. И мы общаемся до сих пор с этими людьми. К нам поступают первые вопросы от телезрителей. Еще есть время, звоните, 202-11-22. Сегодня мы говорим о том, что волнует предпринимателей. Что делается для поддержки малого бизнеса? Например, железнодорожный район и Октябрьский. Там часть киосков убрали, а часть почему-то оставили. Почему так произошло? Хочется сделать вывод, что коррупция процветает. Сергей Иванович. Сергей Иванович достаточно так решительно заявляет свой вопрос. Но я хочу сказать, что, во-первых, у нас последние два года такая тенденция сложилась, что часто розничной торговлей, особенно торговлей в нестационарных объектах, то есть я киоски имею в виду, подменяют вообще само понятие малый бизнес. Хочу сказать, что в Самаре малый бизнес – это далеко не только торговля. Понятно, что торговля, особенно во времена, скажем так, трудностей в экономике, она всегда нас выручала, выходила на первый план. И даже сегодня в структуре экономики это самый большой процент. Но, тем не менее, в Самаре, в малом бизнесе именно, есть и производство неплохо достаточно себя чувствует, и сфера услуг всевозможных, и транспортные направления, транспортные услуги, и отрасль связи. Это просто что касается, ну, чтобы не было такой связи, что вот киоски убрали, это направлено против всего малого бизнеса. Нет. Потом второй момент, возвращаясь к тем киоскам, там задача на самом деле была не бороться с малым бизнесом ни в коем случае. Задача была, просто я сейчас говорю немножко за своих коллег, да, хочу сразу внести ясность. Я представляю департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства, а вот непосредственно сферой торговли занимается профильный департамент потребительского рынка услуг. И я просто хочу сказать, ну, Коля, я сегодня, да, в студии, что задача была, это навести именно порядок в сфере торговли, чтобы она стала цивилизованной, организованной, как в других городах России в том числе, да, чтобы это были какие-то опрятные места, и в тех местах, где это действительно, ну, скажем так, обосновано. И самое главное, чтобы этот рынок был полностью зарегулирован, в хорошем смысле слова. Ну, сегодня мы живем в такое непростое экономическое время, время экономической ситуации. Скажите, сегодня время вообще начинать свой бизнес, потому что многое, что настораживает, так скажем. Ну, скажем так, что сегодня время, ну, как бы это странно ни звучало, да, вполне удачное для того, чтобы начинать, но может быть не какой-то там большой бизнес, но, допустим, микробизнес, да, вот, и, как мы часто называем, заняться самозанятостью. Понятно, что сейчас, да, трудное положение, и на многих предприятиях, ну, это как бы объективная реальность, и вот люди, особенно, которые там, ну, по тем или иным причинам лишаются своих рабочих мест, конечно, часто малый бизнес, вот эта самозанятость для них, это... Это выход из положения, да, из трудной ситуации, вот. Для молодых людей, которым еще по большому счету нечего терять, они только закончили, там, допустим, вуз, или, ну, не успели какой-то большой, там, скажем так, ну, пройти трудовой путь в качестве наемного сотрудника, это тоже время достаточно такое благоприятное, потому что, ну, вот, как я сказал, особо нечего терять, попробовать, а вдруг получится. Тем более, что, вот, для микробизнеса в кризисное время всегда появляются дополнительные возможности в силу того, что микробизнес, он может, он более гибок, и он более конкурентоспособен, именно вот, когда для потребителей вопрос цены первостепенное значение имеет. Допустим, понятно, что, там, если доходы у населения снизились, они, может быть, уже в торговый центр какой-то не пойдут, а пойдут, может быть, вот, опять же, да, там, к, ну, к уличной торговле с малым горным. Понятно. А чем отличается малый бизнес от микробизнеса? Потому что я впервые слышу вот этот термин, микробизнес. Что это такое вообще? Ну, микро, ну, часто это объемами, конечно, но микробизнес, скажем так, просто чтобы не вдаваться в какие-то там дебри, это, допустим, индивидуальный предприниматель, который так и зарегистрирован, как индивидуальный предприниматель, он работает зачастую даже без наемных сотрудников, то есть один сам на себя, ну, условно, например, это человек, который работает на газеле, занимается грузоперевозками или пассажирскими перевозками исключительно вот туда на себя. И сегодня время вот для такого бизнеса. Ну, это просто в качестве примера. Этот человек может заниматься торговлей той же самой. Этот человек может заниматься, допустим, ну, каким-то небольшим, ну, производством на заказ, что называется, да, то есть там, я не знаю, резьба по дереву, вязание, там, что-то еще, то есть вот такие вот сферы. Да, вот, кстати, раньше государство поддерживало вот именно тот бизнес, который предполагал производство. Сегодня какие тенденции? Что поддерживает государство? И вот если действительно хочешь завести бизнес, и можешь рассчитывать на государственную финансовую поддержку. Это в чем? В каких направлениях двигаться? Ну, да, производство все-таки всегда было в приоритете, да, с точки зрения вот государства. Ну, я могу отвечать за администрацию городского округа. Естественно, сфера производства, она, ну, для развития экономики городской, она более интересная. Понятно, что она дает и больше рабочих мест, она создает больший, скажем так, вклад в валовый внутренний продукт. То есть производство, в принципе, оно, скажем так, на экономику оказывает самое вот благоприятное воздействие. И потом производственники – это часто заказчики для сферы услуг. Вот, особенно крупные, если мы берем предприятия, да, наши производственные, то, по сути, они часто вытягивают и малый бизнес, который там вокруг них сконцентрирован, и, ну, каким-то образом их обслуживают. То есть это такие настоящие локомотивы экономики. Так вот на какую поддержку они могут рассчитывать производственные малые бизнесы? Ну, смотрите, вот если говорить про муниципальную программу, которая у нас в городе действует, программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса до 2018 года, о финансовых формах поддержки, мы, в частности, предлагаем субсидирование процентной ставки по кредитам. То есть, допустим, производитель закупил, но я хочу сказать, что это касается все-таки малого и среднего бизнеса, производитель закупил какое-то оборудование в кредит, и, соответственно, у него есть действующий кредитный договор с банком, есть определенные требования к этому кредитному договору по срокам, по суммам, но, в принципе, он платит банку проценты, и вот мы готовы частично компенсировать уже уплаченные проценты этому предпринимателю-производителю. А вообще сегодня проценты для предпринимателей малого бизнеса возросли, вот в связи с изменившейся ситуацией. Вы имеете в виду вот от банков, да, кредитные? Да, 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 вы знаете такую ситуацию, потому что вот на жилье, там, на машины, да, вот если кредитоваться, ипотека и так далее, там возросли резко, а вот для предпринимателей, вообще такое существует сегодня? Вот деньги в кредит для малого бизнеса. Раньше, как сейчас помню, вот кредит для малого бизнеса, очень много было таких вывесок. Ну, смотрите, для бизнеса, конечно, вообще кредитные ресурсы – это кровь, по большому счету. То есть понятно, что и для пополнения оборотных средств, и уж тем более для вложения в модернизацию производства, допустим, или там, не обязательно это производственный сектор, в принципе, в модернизацию бизнеса, нужны вложения, как правило, в кредитные ресурсы. Мы общаемся с предпринимателями, конечно, да, предприниматели говорят о том, что стало сложнее объективно, да, и процентные ставки выросли, и, скажем так, требования к заемщику уже, ну, скажем так, ужесточились. Да, ну, банки тоже можно в этой ситуации понять, они тоже как бы по максимуму пытаются страховать свои риски, но какой-то, знаете, вот четкой статистики у меня нет, это именно из разговоров с самими предпринимателями. Значит, такое есть. Хотелось бы узнать, какие тенденции сегодня в малом бизнесе, вот именно в предприятиях, есть ли сокращение, закрытие предприятий, сворачивание бизнеса, потому что, вот так думаешь, даже есть такие опросы социальные, вот от чего вы бы отказались в первую очередь? Где люди говорят, там, от ресторанов еще, и думаешь, все же это отразится на сфере услуг и так далее. Это уже происходит в Самаре или нет? Или все пока держится, как держалось? Ну, смотрите, вот здесь вот, да, я уже могу какими-то цифрами говорить. Допустим, на начало этого года в Самаре зарегистрировано 28 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. То есть это, ну, это вместе с индивидуальными предпринимателями. Сама по себе цифра, да, мало о чем говорит. Она говорит только, либо если мы на динамику смотрим, или там сравниваем с чем-то. Первая динамика. Вот за второй полугодие 2014 года, да, небольшое снижение произошло, но это действительно небольшое снижение, как вот, скажем так, это не такое большое снижение, как люди, наверное, думают в свете вот всех этих там кризисных явлений. То есть если сейчас 28 тысяч субъектов, то было там порядка 28, там с половиной тысяч, там даже поменьше. То есть это в процентах не очень много, но тем не менее для нас это все равно определенный сигнал, потому что мы, в принципе, конечно, стремимся к тому, чтобы эта цифра только увеличивалась, а не падала. Вот теперь, если сравнивать нас с городами, ну, сопоставимыми миллионниками, да, то на этом фоне мы достаточно достойно выглядим. Ну, исторически Самара достаточно такой... Купический город. Ну, да, город экономически активный, с очень активной прослойкой именно предпринимателей, причем совершенно в разных сферах у нас, ну, как я уже сказал, очень такая, ну, палитра вот этих вот направлений деятельности, очень широкое производство, там, и сфера услуг, и торговля. Вот, здесь как бы мы на уровне находимся, вот. Вот. Но, тем не менее, конечно, то, что цифра, как я уже сказал, да, стала, пускай немного, но меньше, и это для нас сейчас большой повод активизировать свою работу, именно поэтому мы сейчас занимаемся тем, что занялись активно, да, вот сейчас буквально план мероприятий утверждаем по импортозамещению, да, то есть какие мероприятия, действительно, вот точечные, как вы сказали, на поддержку предпринимателей, особенно в сфере производства, потому что они, вот, все эти моменты, и связанные с банковским кредитованием, и вообще они переживают острее. То есть вот эта тема будет поддерживаться, да, если малый бизнес займется импортозамещением продукции, да, замещающий импорт производством, то тогда будет, получит поддержку. Однозначно, да, конечно, внимание очень значительное мы будем уделять таким предпринимателям. А все-таки вот вы сказали, что снизилось число вот этих предприятий, а какой бизнес больше всего пострадал, какое направление, а какой вот все время держится на плаву, и, собственно, такие бизнесмены могут не волноваться? Ну вот структура малого бизнеса у нас практически не изменилась. То есть я могу просто в цифрах сказать, что у нас первое место это розничная торговля, как я и говорил, да, это там порядка 39% в структуре малого бизнеса. Вот далее это сфера операции с недвижимостью, это примерно 25% в структуре. Вот, потом идет строительство, производство примерно одинаково, и потом вот сфера транспорта и связи. Вот, то есть все эти, ну вот вся эта структура, она практически не меняется уже, ну, как минимум последние два года. Это то, что я могу, скажем так, ну, отследить, то, что я вот лично там какой статистикой владею. Поэтому могу, ну, предположить, основываясь на этих цифрах, что, в принципе, ну, одинаково всех затрагивают трудности. Но из общения все равно, конечно, производителям сложнее всего, потому что производители, они, ну, изначально несут больше рисков. Это связано и с поставщиками, да, то есть там цены на сырье возросли. Вот, особенно если там какие-то производители получали это сырье, там, скажем так, из-за пределов России, то, естественно, там за счет разницы курсов, вот, ну, у них, естественно, сдержки очень здорово возросли. Это их взаимоотношения с банками, вот. Ну, и понятно, что рынок тоже для них, скажем так, ужался. Поэтому, ну, как бы они, вот, скажем так, наиболее чувствительны сейчас. Да, вы сказали, что вот все остается приблизительно одно и то же в направлении. Структура, да, структура не меняется. Вот конкурсы вот этих бизнес-идей тогда, что они дают? Неужели ничего нового они не приносят и ничего не появляется вот нового интересного? Вот даже основываясь, вы же просматривали все эти проекты, работы, что вас лично зацепило, заинтересовало, может быть, даже удивило в этих проектах, работах? И насколько вот процент того, что они будут реализованы, воплощены в жизни, высокий или нет? Вот что-то новое появится все-таки. И нужно ли вообще нам новое это, собственно говоря? Вы знаете, вот высокий процент реализации, он больше зависит даже не от идеи, а от инициатора проекта. Если инициатор проекта действительно горит своей идеей, если он имеет соответствующую квалификацию, заряжен, то идея будет реализована, это с большой долей вероятностью можно об этом говорить. Идея может быть великолепная, но если инициатору по большому счету ничего, кроме участия в конкурсе, не нужно, то, скорее всего, все и закончится после того, как закончится конкурс. Конкурс, это, безусловно, нужен, как я уже говорил. И просто вот статистика. В этом году мы получили почти 100 заявок на участие в конкурсе. То есть в прошлом году у нас было порядка 80, то есть там рост существенный достаточно. До этого цифры были еще меньше. То есть есть динамика, это говорит о том, что, во-первых, люди узнают про этот конкурс больше, уже информированность, во-вторых, то, что они действительно, для них это важно и нужно. Теперь, что касается участников. В этом году было 4 номинации у нас, и вот как раз-таки эти номинации, они отражают, ну, те приоритеты, которые есть в отношении вот сфер деятельности бизнеса. Это инновации, это технологии производства, вот как раз вот мы говорим, да, про производство. Это сфера туризма. И, скажем так, все, что с этим связано... Казалось бы, сегодня не очень актуально. Или на местном уровне, в масштабах России. Ну, это... Нет, ну, мы сейчас говорим про городской конкурс, все-таки не про масштабы России. Это достаточно актуально, и это было всегда актуально, учитывая специфику Самары, а уж тем более в преддверии чемпионата мира по футболу. Эта актуальность, понятно, она особенно значимая. Вот. И четвертое, это социальное направление как раз, да, то есть мы говорим о том, что важно развивать вообще, вот, скажем так, социальные технологии, да, социальное предпринимательство. Эта тема вот как раз на федеральном окне... А что вот вообще, да, вот включает в себя социальное предпринимательство? Пока вот не очень понятно, на что оно направлено. Слово социальное, вот что оно предполагает? И опять же, вот, может быть, какие-то субсидии будут от государства, поддержки вот этого направления, потому что социальное, оно и как раз и предполагает, наверное, что если социальное направление, то и поддержку тоже получаешь, Потому что не каждый будет работать на социуме, ничего не получая взамен особо, прибыль большой. Ну, вообще, тема социального предпринимательства сейчас звучит очень активно и много, и на разных уровнях. Я вот знаю, например, то, что буквально совсем скоро, в марте, состоится такое большое мероприятие на эту тему под эгидой губернской думы нашей. Там очень много будет экспертов в этой сфере. А что это за бизнес вообще? Вот что это такое за бизнес? Вы знаете, скажем так, по нашим данным, совсем скоро появится все-таки на федеральном уровне, на уровне, скажем так, законодательства, определение, что такое социальное предпринимательство. Ну и, скорее всего, речь будет идти о том виде предпринимательства, скажем так, которое нацелено на удовлетворение потребностей каких-то конкретных категорий граждан. Ну, скажем так, категорий граждан, которые особенно нуждаются в социально-незащищенных. Да, социально-незащищенных. Ну, конечно, конечно же, он понимает, что должна присутствовать все равно значительная социальная ответственность, да, и любой предприниматель, особенно успешный, должен, ну, скажем так, привносить какое-то благо в принципе в общество. Вот мы такие предприятия в том числе тоже рассматривали в качестве вот социально-ориентированных предприятий. Ну, я вот сейчас немножко вернусь к конкурсу бизнес-идей. Вот по этим номинациям были очень интересные проекты, и вообще мы замечаем, что год от года качество проектов возрастает. То есть качество идей, они все больше и больше становятся похожи на готовые действительно к воплощению проекта. В этом году просто отмечу, вот что лично мне понравилось, ну, например, ребята презентовали, это, кстати, уже проект готовый, который даже частично реализуется, скажем так, ортопедической лаборатории. В общем, там смысл такой, они предлагают 3D-сканирование стопы человека, да, и на основании этого получается индивидуальная стелька для каждого конкретного человека. То есть это такой ноу-хау, который вот, скажем так, у нас здесь в Самаре появился, и они, собственно, собираются вот этим вот, ну, уже как-то коммерциализировать вот эту вот идею. И пока на начальных этапах находятся, но у них неплохо получается. То есть вот видите, как раз вот связываясь с социальным предпринимательством, то есть это проект, помимо того, что он коммерческий, может принести действительно какую-то выгоду его инициаторам, он еще и имеет совершенно такой четкий социальный аспект. Да. Как недавно тоже у нас проходил сюжет на нашем канале, что молодой человек придумал кружку, на которой при помощи инновационных технологий что-то там будет появляться. А это как раз-таки тоже участник вот этого конкурса, и это один из наших финалистов этого года. Вот реально, что вот это можно будет воплотить, а есть ли такое производство, которое может вот с этими технологиями воплотить его идеи? Придумать можно, ну, можно придумать что-то, а вот насколько реально все это реализовать, воплотить, сделать эту кружку? Ну, на сегодняшний день, конечно, такого производства у этих ребят нет, но тем не менее, они, скажем так, не просто вот это придумали, взяли с неба, они имеют соответствующее образование, квалификацию, и они, в принципе, заявляют о том, что они действительно готовы это реализовать, хотя бы там вот на этапе опытного образца. То, что это, в принципе, реализуемо, лично у меня никаких сомнений нет, мы живем, в общем-то, в век прогресса, да, инноваций, которые там появляются, ну, наверное, уже ежедневно практически. Да. Вот часто говорили, особенно раньше, да и в последнее время, было такое выражение от руководителей высшего звена страны, не кошмарите малый бизнес. И вроде бы как все поддерживают, поддерживают и хотят, чтобы малый бизнес развивался, но хотелось бы понять причину, вот какое самое больное место малого бизнеса, и почему его кошмарят, и почему его нужно поддерживать. Вот, общаясь с нашими предпринимателями, что они вам говорят, на что жалуются, какие у них претензии? Малый бизнес нужно поддерживать только лишь за то, что он, в принципе, есть, потому что, как я уже сказал, он решает массу вообще социально-экономических задач. Это и самозанятость, и создание рабочих мест, и налоговые отчисления, и так далее. То есть, это все понятно. Что касается вообще, скажем так, смягчения со стороны вот всевозможных контрольных органов, да, в отношении малого бизнеса. Эту проблему очередной раз озвучил президент России Владимир Владимирович Путин вот в своем декабрьском послании. И я могу сказать, что вот сейчас в городе, буквально вот в первом полугодии, у нас масса будет мероприятий, направленных как раз на это. Вот, наверное, знаете, при главе администрации городского округа Самара действует Совет по развитию предпринимательства. То есть, мы уже в план включили вопрос как раз-таки на тему того, как надзорные органы собираются вот этот указ, да, из послания президента на практике выполнять, там, по надзорным каникулам и так далее, по смягчению вот всевозможных проверок и прочее. Мы будем приглашать на этот совет представителей налоговой, представителей Роспотребнадзора, представителей пожарнадзора, да, о том, чтобы они действительно рассказывали, ну, вели такую просветительскую работу среди предпринимателей, объясняли, во-первых, как они отреагируют на это, во-вторых, в принципе, чего стоит там опасаться, как правильно там готовиться к этим проверкам, да, чтобы они действительно, ну, скажем так, они будут объяснять всю обоснованность вот этой своей работы. Потому что, ну, тут тоже надо понимать, у них есть определенные работы, но то, что, скажем так, этот вопрос сейчас очень актуален и будет ему масса, скажем, ну, сил и времени уделяться, это я совершенно точно говорю. Понятно. А все-таки в Самаре какая есть специфика? Есть своя специфика в малом бизнесе, в направлениях? Мы чем-то отличаемся от других городов? И чего, может быть, еще нам не хватает в малом бизнесе? Развития каких направлений? Потому что, может быть, какая-то однобокость, да, еще что-то, какие-то проблемы? Вот если так вот взглянуть, проанализировать эту картину? Малый бизнес в Самаре, он отличается тем, что он достаточно, как я уже сказал, очень широк с точки зрения вот направления развития. У нас очень развитая структура. Это большой плюс. Это, кстати говоря, не просто так, это корни еще вот советских времен, да, то, что у нас, в принципе, экономика всегда была развита, у нас тут производство и аэрокосмическое, да, и металлургическое, и нефтехимическое, вот, не зря вот эти кластеры соответствующие существуют. Понятно, что малый бизнес в Самаре исторически сложился, ну, скажем так, вырос во многом из крупного бизнеса, да, то есть как-то отпочковывалось от больших каких-то заводов, особенно в эпоху 90-х. И у нас бизнес имеет свою историю, имеет свои традиции, и в этом отношении, вот, его особенность, это как раз очень тесная и плотная связь именно с крупными промышленными предприятиями. Как я говорил, уже особенно вот в эпоху, скажем так, сокращения издержек экономических, есть тренд на то, что большие предприятия по аутсорсингу какие-то непрофильные свои направления выводят и отдают как раз малому бизнесу. И здесь для малого бизнеса, ну, по сути, появляется большой заказчик стабильный в лице крупного бизнеса. И вот мы как раз на своем уровне пытаемся координировать эту работу. Очень важно, чтобы большие заводы, вообще большие предприятия, они в том числе давали работу малому-среднему бизнесу нашего города. Но это есть вот сейчас? Это есть, это уже сложилось исторически, как я объяснил, но тем не менее, скажем так, здесь есть над чем работать. Да, потому что, может быть, и предприятие само не захочет отдавать. Нет, разумеется, предприятие, особенно если оно 100% частное, это, разумеется, исключительно его, скажем так, полностью сфера, да, вот кому он там что будет отдавать и так далее. Но мы во всяком случае со своей стороны информируем эти предприятия о том, что действительно вот эти услуги, которые вы в любом случае заказываете на стороне, их можно заказать у наших самарских предпринимателей, да. Мы устраиваем совместные рабочие встречи, круглые столы и так далее, где они хотя бы знакомятся друг с другом, имеют возможность там, ну, побольше друг о друге узнать. Да, информационная составляющая все-таки важна. Казалось бы, вот сегодня все есть, везде информация и в интернете, и везде, а вот когда практически касаешься, то нужно вот специализированные такие вот встречи. Ну, это обязательно координирующая составляющая, она очень важна. И у нас остается немного времени, какие-то советы для начинающих предпринимателей, все-таки хотелось бы от вас услышать. Кого вы ждете, может быть, в следующий год, будет ли этот конкурс «Бизнес-идей» продолжен, и кто должен и может в нем участвовать? Я думаю, что конкурс будет продолжен. Приглашаю к участию абсолютно всех еще раз, конкурс очень демократичный, и он именно конкурс «Бизнес-идей». То есть даже если вы еще не предприниматель, даже если вы не уверены в том, в итоге вы реализуете этот проект или не реализуете, в любом случае попробовать, это лишним не будет, приобретете интересный опыт. А есть какие-то изначально требования для участников? Вот что он должен иметь? Первичная заявка, она достаточно простая. То есть, ну, есть возрастной ценз, как я сказал, до 33 лет, а остальное – это просто оформленная заявка, где коротко совершенно о проекте. То есть, сделанное не надо нести. Презентация более детальная – это уже следующий этап, да, когда первичный отбор произошел, уже на этапе полуфинала, там нужны презентации, там нужны, скажем так, ну, собственная подготовка к выступлению с докладом. А вот первичная – это обычная заявка и, скажем так, максимум желания. Лично вы не хотели представить проект? Потому что когда в теме, и знаешь теорию, и на практике общаешься с предпринимателем, может быть, у вас тоже есть какие-то идеи, бизнес-идеи свои? Да-да-да, лично у вас есть какие-то? Вы знаете, вот, скажем так, если бы я… Даже если есть, подсказать кому-то? Нет, безусловно, да. Мы подсказываем тем предпринимателям и своим знакомым предпринимателям о том, что есть такой конкурс. Разумеется, мы хотим, чтобы, ну, действительно все заинтересованные люди об этом знали и имели, как минимум, такую возможность поучаствовать. Что касается лично меня, я думаю, что если бы я, скажем так, не работал бы, да, в этой сфере… Да, понятно, что у вас есть ограничения. Вполне возможно, что я бы действительно принял участие, потому что конкурс действительно интересный. Да, ну, я желаю вам, чтобы, может быть, если так сложится, в счастливом ключе, конечно, чтобы вы тоже продемонстрировали свои способности в этой области тоже. Всего вам хорошего, спасибо за то, что приходили сегодня. Спасибо вам. Спасибо вам за внимание. До свидания.